Партнеры Показу. Эзотеричная школа Кайлас та тибетская формула. Каждый раз, когда ребята ко мне приходят, очень часто это неудачные бизнесмены или люди, которые полностью разочаровались в своей судьбе, они мне говорят, Андрюша, ну в чем же проблема того, что у меня не получается нормально зарабатывать деньги, не получается жить вокруг такие сложные ситуации, тяжелая ситуация в стране, тяжелая ситуация в мире, я обычно говорю о том, что это не может быть связано с теми ситуациями, которые происходят с нами, потому что каждый человек кузнец своего счастья. Я обычно эти слова повторяю своим детям, а также тем знакомым, которые находятся рядом со мной. Конечно же, об этом можно говорить очень долго, но обычно мы говорим общими фразами, все будет хорошо, не нужно отчаиваться и так далее. Но где же этот тайный рецепт, который бы позволил сразу человеку изменить общее свое состояние и отношение к тому виду бизнеса, которым он занимается? Я обычно начинаю этот разговор с того, что существует три основных проблемы, которые существуют практически у каждого человека, кто вступает на путь зарабатывания денег. Это три основные проблемы, которые звучат так. Страх, лень и нерешительность. Отсутствие знаний. Давайте мы попробуем сегодня рассмотреть эти проблемы. Страх, лень, нерешительность и отсутствие знаний. И попробуем преобразовать эти системы таким образом, чтобы у нас получилась идея в виде такого скрипта из трех слов, которые бы помогли нам объяснить, каким образом мы можем быть успешными людьми. Итак, давайте попробуем это все переизменить. Итак, страх и лень убираются действием. Таким образом, действие это является словом номер один. Нерешительность убирается решительностью. И отсутствие знаний знаниями. А так что же у нас получилось? Итак, первое действие, второе решительность и третье знание. Ну и как же это мы теперь можем применять в своей жизни или в своем бизнесе? Обычно человек начинает заниматься бизнесом, придумав что-либо. Таким образом, он включил знания. Но он начинает думать, что и у него не получится это. Таким образом, он включает свою нерешительность. Находит поводы для того, чтобы это не делать. А ведь известно, что бедное от богатого отличается как раз тем, что бедный человек это тот человек, который ищет повод не делать и отдыхать. А богатый человек ищет возможные решения вопросов для того, чтобы сделать что-либо или найти выходы из ситуации, которые недоступны обыкновенным людям. В этом эти люди отличаются. Таким образом, человек должен включить свою решительность, несмотря на то, что вокруг окружающие люди, возможно, могут говорить, нет, это не получится, не нужно этим заниматься, не стоит это делать. И после этого включить действие, то есть начать это делать. Есть еще и обратный скрипт действия решительности, отсутствие знаний. Таким образом, мы можем сейчас понять, что часто мы начинаем чем-либо заниматься, делаем это в виде определенного действия. Включаем при этом свою решительность, у нас отпадает страх. И мы сталкиваемся с тем, что мы просто не умеем этим заниматься. Так часто я вижу людей, которые никогда не получали образование в области ресторанного бизнеса и после этого решают заниматься рестораном. После этого у них есть действие, они находят деньги и вкладывают их, а также есть решительность. Они решительно берут людей, берут документы, и после этого у них не хватает знаний, которые бы могли помочь им более профессионально наладить. Учет, быть конкурентно способным, провести маркетинговые исследования этого бизнеса, а также сделать правильную кухню, которая была бы конкурентной в том регионе или в том районе, в котором они живут. Таким образом, можно условно сказать, что у этих людей есть решительность, а также отсутствует страх, и у них есть действие, но отсутствуют знания. Так очень часто люди имеют решительность, имеют действие, но за тем, что у них нет знаний, они не могут сделать себе бизнес профессионально. Так мы вырастили большое количество людей, которые, находясь в стране, не имеют определенных знаний. А где же можно эти знания найти? Такие знания обычно человек может приобрести в виде видеокурсов, которые он может пройти в интернете. Таким образом, человек, занимающийся маникюром, может каждый день проходить определенные курсы, которые бы могли ему объяснить, какие бывают новые методы наращивания ногтей, обработки ногтей. Вероятно, там бы он познакомился с новыми элементами, вернее, нанесения чего-либо, но я не специалист, не знаю. Считается, что в нашей стране отсутствует конкуренция. Я считаю, что в этой стране не только она отсутствует, ее совершенно нет, потому что люди, которые являются лучшими специалистами, обычно забирают весь рынок мгновенно. Но часто люди еще не понимают, что быть специалистом в своей области – это недостаточно. Таким образом, человек не допускает к себе возможности получить информацию в области юриспруденции, бухгалтерского учета, а также общего стратегического планирования своего бизнеса. Таким образом, я хочу вам посоветовать – становитесь лучшими специалистами в своей области, постоянно получайте дополнительные знания, которые связаны с вашим бизнесом, становитесь тем специалистом, к которому будут обращаться, делайте свой бизнес профессионально и учитывайте все возможные влияния на ваш бизнес и возможные ваши решения. Таким образом, становитесь человеком-финансистом, становитесь человеком-юристом, становитесь тем человеком, кто может быть ярким специалистом в своей области. Давайте еще раз перечислим эти концепции. Итак, действия, решительность и знания – это то, что управляет нами в нашем бизнесе. Советую нам задуматься над этим и приобрести, наконец-то, возможность быть самым лучшим специалистом в своей области.